Привет, я Антонио Сантенна, основатель канала Real Men Real Style. Господа, сегодня окунемся в ароматы, видео в помощь моей статье на The Art of Manliness. Кроме того, я написал статью на Real Men Real Style с таблицами, которая содержит больше информации. Друзья, цель этого видео — научить получать удовольствие от ароматов. Если честно, в этот мир можно уйти с головой. И в попутной статье я даю вам больше информации. Читайте и изучайте. И я обещаю, здесь на Real Men Real Style я расскажу многое. Позвольте мне начать с истории. Итак, в Атланте я садился на самолет. Я был последним, кто поднимался на борт. Всегда иду последним на посадку, не люблю сидеть в самолете. Отдаю билет стюардессе, и как только начинаю проходить, мы были достаточно близко. И она сразу же сказала, «Вы прекрасно пахнете». Хоть я и женат, мне было приятно получить комплименты от привлекательной девушки. И случаи вроде этого доказывают, что вам нужно использовать духи, потому что это важно. Люди обращают на это внимание, и я могу ответить, почему. В тонне моих статей можно найти, где я говорю, что запах и аромат — индикатор номер один, который используют женщины, когда выбирают пару. Я говорил, как ароматы помогают на собеседовании, показывая вас более благонадежным. Серьезно, это первое, на что реагируют люди. Так быстро, что аромат воспринимается за считанные секунды. И запах должен понравиться людям. И снова, создано очень много ароматов. Многие из них сочетаются с вашим естественным запахом. Большинству людям это нравится, при условии, что вы не нарушаете первое правило. Номер один. Не заливайте себя духами. Не перебарщивайте. Меньше, лучше, что касается духов. Я рекомендую каждому парню пользоваться духами. И 80 из нас не пользуются ими на постоянной основе. Начните с одного пшика в области груди. Затем закрывайте одеждой. Все просто. Поговорка гласит, аромат должен быть обнаружен, а не объявлен. Следуйте этой поговорке и удостоверьтесь, что вы поняли из этого видео, что вам не нужно перебарщивать. Как рупор, ваш одеколон объявляет о каждом вашем прибытии за 4 квартала, прежде чем вы туда доберетесь. Так много причин и препятствий отделяет большинство мужчин от духов. И я думаю, одна из них, мы не хотим выглядеть дураками. Мы не хотим плохо пахнуть. Многие думают, что ароматы это целая наука. Если вы поищите, вы увидите статьи, терминологии, как, например, в чем разница между одеколоном, туалетной водой и духами. Я имею в виду, что вы слышали эти названия и не знаете, в чем суть. Возможно, вы не научились от своего отца, у вас нет друзей, разбирающихся в этом, так что довольно крутая кривая обучение. Что касается ароматов, очень много дезинформации. Так много людей, которые думают, что духи кажутся чем-то немужским, или их используют, чтобы скрыть запах. Друзья, говорю вам, цель духов — усилить ваш естественный запах. Понимаете? Давайте разберемся в терминологии. Итак, слово «парфюм» что значит? Это общее название. Если просто, это концентрированное парфюмное масло, растворенное обычно в алкоголе. И вы можете заметить три главных вида. Об остальных я рассказываю на Real Men Real Style и The Art of Manliness. Может, слышали? Одеколон. В основном, 5-процентный раствор. Следом мы увидим туалетную воду, в которой уже 10%. Эти проценты могут меняться, так встретите. 11, 12, 13, 14-процентный, но в среднем 10%. Следующий из ароматов — духи. Находится в пределах от 15 до 30%. Этот процент и концентрация играет большую роль, как долго аромат продержится. Это также отражается на цене. Обычно, чем выше концентрация, тем выше цена. Теперь рассмотрим классификацию духов. Ключевое слово, возможно, слышали ранее — нотка. Есть высокие ноты, средние и нижние. Я начну с высоких ноток. Изначально высокие нотки легкие. Это очень легкий аромат. И они будут работать первые 15-120 минут с момента нанесения на кожу. И цитрусовый аромат, так, снова, все найдете в таблице на Real Men Real Style. Так, теперь перейдем от высоких к средним ноткам. Уже они работают от 30 минут до 5 часов. Итак, здесь средние нотки немного потяжелее. Цветочные, травяные, фруктовые, пряные ароматы. Тут тысячи разных запахов. В основании пирамиды — базовые нотки. Все созданные ароматы зависят от того, какую базовую ноту выбрали, как долго будет держаться аромат. Но зачастую это будут самые смелые ноты. Они берутся из древесных и бальзамных пород. Вместе с тем, продолжительность их работы от 2 до 24 часов. 24 — это уже экстрим. Обычно самые популярные — от 6 до 8 часов в среднем. Опять же, в зависимости от концентрации и вида аромата. Итак, это парфюмный образ жизни. Теперь поговорим, как их применять. Это то, что большинство парней стесняются спросить, а зря. Самое главное правило — наносить духи на более теплые участки тела. Исключение из правил — не нужно наносить духи на промежность. Это не то место, где мы обычно нюхаем друг друга. Я считаю, что нужно начать с груди. Потом идет шея, нижняя челюсть. Ваши плечи тоже туда входят. Но многие из них пропускают и наносят на запястье и внутреннюю сторону локтя. Это отличная локализация. Но вам не нужно использовать их все. Вам нужно изначально выбрать одну. Вот почему мне нравится грудь. Вы можете захватить и шею. Тогда же лучше. Далее, два раза пшикните на запястье и соприкоснитесь с другим запястьем. Или, если будете мочить руки, нанесите на локти. Усвоили? Всего два правила. И часто вижу, что делают люди. Когда наносите на запястье, не втирайте духи. Это называется убить запах. Не нужно этого делать. Еще одно, что вы можете увидеть, что кто-то просто распыляет духи и проходит через них. Не делайте так. Духи осаждаются почти всегда на пол. И это трата духов. Кроме того, не распыляйте на свою одежду. Дело в том, что каждый аромат по-своему взаимодействует с каждым отдельным телом, чего многие боятся. Итак, нам нужно наносить парфюм прямо на кожу. Как выбрать правильный свой аромат? Это будет следующее, о чем я хочу рассказать. Первое. Сам мужчина должен выбрать его собственный аромат. Не позволяйте другим людям выбирать за вас, в том числе и вашей девушке. Огромную ошибку допускают мужчины, которые принимают парфюм как подарок. И что происходит? Они принимают что-то в благодарность и никогда этим не пользуются, потому что вещь им не понравилась. Мужчина сам должен выбрать себе парфюм, который сможет усилить его естественный запах. Второе. Используйте чужое мнение, чтобы укрепить свое решение. Тут не без щепотки соли. Некоторым людям может не понравиться аромат, но обратите внимание, как много людей обратят внимание, что они скажут о нем. Если большинство отвергнет его, скорее всего, вам нужно поменять вашу стратегию. И третье. Не совершайте слепых покупок. Не основывайтесь на чужих взглядах, потому что вам нужно попробовать. Вы можете опробовать четыре аромата за раз. Что вам нужно? Пойти в магазин, не поддавайтесь под давлением скидок. Вам нужно нанести по одному на каждое запястье и локоть. Используйте кожу для перезагрузки вашего обоняния. И понюхайте духи через одну минуту, пять, тридцать, два часа. Вам нужно иметь хорошее представление. Другой способ. Есть достаточно крутые сервисы, которые привозят вам пробники. Хочу признаться, я открыл такой у нас на Realman Real Style. Если вы заинтересовались, вам привозят несколько образцов, и вы спокойно у себя дома выбираете подходящий. Я живу в маленьком городе, и у нас нет доступа к огромным торговым центрам поблизости. Заходите на Realman Real Style, я оставлю ссылку ниже. Но, друзья, главное, чтобы вы нашли аромат, который вам подходит. Итак, последний вопрос. Как часто нужно пользоваться парфюмом и когда? Я считаю, что использовать парфюм можно каждый день. Почему? Потому что вам нужно его использовать, вам нужно понять это, вам нужно сделать это привычкой. Если парфюм не важен, значит вы не будете приятно пахнуть, правильно? Вам будет все равно, если вы будете плохо пахнуть. Это негативная сторона, но мы же должны стараться идти по пути позитива. Ваш аромат будет говорить, кто вы такой. Это часть вашего стиля. Итак, друзья, дайте знать, что вы думаете в комментариях. Мы прошлись по верхам. Вся информация на Realman Real Style. Там приведены научные исследования. Если хотите знать больше, прочтите эти статьи. Там вы найдете поле для заполнения вашего e-mail. Я пришлю вам электронную книгу, включающую часть о том, как мужчине понять парфюмерию. На этом все. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!